Упал солдат Пулей вражеской убит Молчит солдат, но земля под ним гудит Знать шел солдат, ты за правду в смертный бой Знать был народу сын родной Молчит солдат, но земля гудит под ним Знать был солдат, ты в чужом краю родным Знать был солдат, ты народу верный сын и враг У нас с тобой один Своей солдат, ты народу верный сын и враг И враг у нас с тобой один Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Он говорит, никакой войны, и, да, мол, у всем надо в одну точку бить, ну и иное прочее. Словом, верьте, дело говорю. Ежели нам у всем его послушаться, за хозяйство можно сразу приниматься, и войны проклятой не будет. А ну, любезный, связайся с моих бочек! Вы, твои, да уплыли! Ну, ну, да! А ну, солдаты! А что, а что, если промеж нами, солдатами говорить, война аж Горвотина надоела, и... и Ленин, и Ленин, я тебе скажу, по всему, видать, подходящий, справедливый человек. Ежели, ну, про нашу жизнь беспокоиться. Ну, чтобы у всем облегчение было. Хорошо, пойдем, там всем расскажешь. Пошли, пойдем, пойдем, пойдем! Мирно! Мирно! У касарни! Место, у касарни! Я, Милия Палич, рядов 1. ввода, 3. ч. 2. батальона, с моим другом, изъявляем. Војници су гладни. С места извршите инспекцију кухинје. Балје? Поручник Миладинович, бие војнике. Поручник Миладинович на рапорт. Позовите. Позовите штабскую стражу. Продужите је. Против руске револуције не желимо да се боримо. Заћевамо да се признае совјет војничких депутата. Затворите јих. На лев! На лево! На предмаш! Господне Поручниче. Какова е пресуда? Не знаю. Господин поручничный, речьте истину. Как вы смете да тако разговариваете с официром? Даша! КОНЕЦ Извини, но я не мог не прийти. Что-нибудь случилось? Пока ничего. Идите. Ты чем-то взволнован? Волнован, что-нибудь случилось? В нашем корпусе четверо солдат приговорены к расстрелу. Мне приказали привести приговор в исполнение. Я же офицер. И для меня приказ есть приказ. Почему вдруг? Сегодня арестовали папу. за связь с какими-то революционерами. Неужели его расстреляют? Да что ты, что ты? Рано отчаиваться, рано. А ну-ка, посмотри на меня. Ты решил? Одним словом, ты пришла прощаться, да? А ты должен помнить, что папа арестован, я теперь одна, одна на всем свете. Ты обязан, обязан помнить обо мне, Олег. Конечно. Конечно. Ты для меня родня из всех. Хорт. Ты, что ли? Ты должен помнить обо мне, Олег. Ты должен помнить обо мне, Олег. а Пешите! 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 Пеши! Пеши! Пешите! Пешите! А? Еш! Ты кто такой? Для рабочих у тебя слишком красивые руки. Вgangen переносить тяжело ты, что студент. А кто ж? Сейчас уже никто верьет, но так же, как и ты. Я? Я большевик. Да, я слышал о них. По твоему выговору, я так понимаю, что ты не русский. Я сердце. Ты слышал о нас? Немного. Как и ты о большевиках? У нас в народе так говорят. С одной посуды поешь, мысли друга узнаешь. Ешь. Ешь. Почему? Бери, бери. Забирай. Следующий. Похвально и трогательно. Здравствуйте, Галя. Постойте. Постойте, постойте. Разрешите помочь. Презирайте. Завидую, завидую, Олегов. И можете. Почему, мадемуазель? Он арестант, а я уже как можете заметить. Да. Новая звездочка. Взамен друга. Быстро, быстро очистить двор. Убрать всех до единого. А ну, выходи. Нет, постойте. Я обязан не выслушать меня. Не желаю. А я вас заставлю. По какому праву? Да хотя бы потому, что я... Я вас люблю, Галя. И люблю посерьезнее вашего Олега. Да. Моего. Моего. А он? Господин офицер, мадам. Вашу. Момент. Есть. Он, желая проследить героям, забил, забил вас, Галя. Думал только о себе. Не старайтесь. Вам не удастся его очернить. Не удастся. Да чего там? Он предан трибуналу, а там для всех один приговор. Ну и пусть. Зато он не тот, кем стали вы. Произнести это и то противно. А если офицер отказался расстрелять солдат, он политический? Чего? Сам еще не наезд. Спасибо. Пошли мы. А я, а я никого не выпущу, пока на то не будет приказа городской управы. Нет, тебе же кажется, по-ру... Тихо, товарищи! Тихо! И да, по-русски говорено, вся власть теперь реча в руках рабочих и крестьян. И никакая твоя управа больше не управляет. И... да. А я знать ничего не знаю и знать не желаю. Да что вы ему доказываете? Я вон уже камеры открыл. И ключи максимум отзываю. Галя! Галя! Господин, я пору! Галя! Поехали! 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 Вы? Последнее мы! Нет, нет, ничего! Ничего, ничего, просто говорите! Мы основали революционный отрез. Хотим быть нашим командам! О том же, поздно! Поехали! 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 Похали! Поехали! Кто? Поехали! Товарищ командир, да нет, вокруг пески, да пески, а до воды, ну откровенно скажу, верш 6, если не сгадать, да, да на своем горбу утигаем, вот сами посмотрите. Командир, гляди с чего! Положить! Занять позицию! Одеты, понимаешь, в какую-то чудную форму. Что говоришь? Эй, эй! Кто вы? Кто вы? Сербы! Сербский отряд! Ах, сербы! Кто-кто? А бог знает, кто. Свои или не свои? А вдруг гайдамаки? Да не гайдамаки. Нет, это не гайдамаки. А если переоделись? Переоделись. Кажется, точно сербы, да? Кажется или точно? Точно кажется. Галя! Скачи, объясни, кто мы. Нет, ты глянь, глянь, какая краля! Она для тебя сейчас парламентер, а не краля. Стой! Стой, куда прешь! Передаль в бою-то! Ну да, впервой. Точно. Тогда мотай на ус мое поведение, может, когда пригодится. Дожидаются вас. А как же? Заставить дожидаться лишнюю минуту торборт-политика. Шагаем. Я? Нет, я. Если в таких случаях даже тут и играть, все равно держи полную форму. Гляди как. Слушаем. Товарищи, мы ваши! Это сербский отряд им командует Дундич. Мы ищем красных, чтобы присоединиться. На слово барышня ведь только одни дураки верят. А среди нас... Нет, таких не имеется. Как не стыдно! Мы с трудом пробирали, знаете, сколько боев выдержали? Так что зря, зря не доверяете. А есть у вас в отряде еще такие красивые девчата? Ежели в есть, мы вас в миг примем. Аня, помятуй провалюционную дисциплину. Передайте вашему командиру, что оно правильнее будет, ежели вы сдадите оружие. А там поглядим и все чин-чином решим. У нас, как говорится, доверяй, но глаз и ухо не теряй. Вот так. Требую, чтобы мы сложили оружие. Нет. Не пошелико. Мы красные. Вышли к нам. А это же так и правда. Чего же вы боитесь оружие сдать? А чем вы докажете, что красные? Как тебе? Вот. Вот. Звездочками. Звездочки. Не доказательство. То любой может нацепить. Лучше скажите, кто у вас командир. Как-то? Ворошилов. Дура. А не врете? Да вот тебе крест. Говоришь красные, окрестишься. Господи. А устав-то не запрещает. Не запрещает? Ты уж сказал, ладно. Да что ты с ними болтаешь? Команду, чтобы клали оружие и все. Да, верно. К баю! К баю! Вы вот что? Не больно-то тут потушитесь. И в чужой монастырь со своим уставом не лезьте. На чьей земле стоите, тому и подчинайтесь. Мы можем. Вы покоритесь. Подчиниться? Подчиниться только Ворошилову. Минутку. А вы нам для этой цели. Коня займете? Вирко, дай коня. Эй, глядей, любуйся, как канагоны скачут. А? Ну, осель, конечно, не разглядеть. А я же на этом коне минут за 20 сможет оскакать. Там все увидите, родник есть и вода, я вам доложу. Холодная, аж зубы замирает. Бывай аккурат, там они на нын встретились. А все же осторожность требуется, Климент Ефремович. А вдруг какая провокация? Осторожность нужна, Ваня. Когда она не похожа на трусость. Ну, конечно, а может я заменю вас? А может, когда и заменишь. Вы тоже скажете. А ну, айда за ним. Остаться на месте. Ваш Коль. Да. Спасибо. Молин. Как? Слушаю. Так кто вы? Мы из сербского добровольческого корпуса. Вы стали против своих генералов и присоединились к революции. Не вижу, господин поручик. А, тут своего рода хитрость, товарищ Ворошилов. Скидай полеты. О, отслужили свое. Так нам легче и проще было пройти через фронт и сквозь стрелы врага. Форма незнакомая и мало кому понятная. Так. Так. Но скажу вам по совести, что и нам пока мало понятно, кто вы. Положу оружие. Отставить. Да, вижу, неверно мне вас докладывали. А что, говорили, что мы контра какая-нибудь? Нет. Представьте себе наоборот. Доложили, что храбрые, молодцы. Безусловно, революционеры, раз ни под каким видом не хотят сдавать оружие. А я-то увидел другое. Перед первым попавшимся сразу разоружаетесь. Нет. Поверьте, товарищ Ворошилов, что это первый и последний раз. И только потому, что вы, товарищ Ворошилов, нам сразу не поверили. А что, на лбу у меня написано, что я Ворошилов? Вот он, вот. Шкурок? Шкурок. По правту сути не меняй. Музыка. 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 Считает, что листь осколбительна. Конечно. Только на Голубцов она и рассчитана. А, я так и понимал, этот бомб, 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 это колокольный звон, и это, как он сейчас говорит русский, это пищный парад. У нас так приято встречать высокого гостя. И потом, монт-женераль, ради вам было неприятно видеть русских прославленных казачков, нашу надежду и силу. Что? Представляю, какая сила у красных всего, если ваши казачки так, пардон, бегут от них. Но позволено будет напомнить, что Кутузов тоже отступает, пардоней-мой, бил Наполеона. Удирает. Да, да. Но, Советы не нуждаются и в помощи Антанты. Вот, видишь эту дорогу? Вижу. Видишь? А ты приглядись хорошенько, повнимательнее. В конце дороги город, где беляки? Ну, дальше. Лес, вот, мост, река. Нет. Как? А вот так. Ты не спеша изучи. Досконально. Как свои пять. Дошка! На лекарь еще. Предстоит большое дело на этой дороге. Готов выполнить любое задание, товарищ командарь. Да погоди ты, погоди. Это дело требует первонаперво чего? Осторожности. Потом хочу предупредить. Держи язык за зубами. Никому ни звука, ни ползвука. Потому как, ежели сорвется наша задумка, позору засмеют нас даже внуки. При нем не гу-гу. Пей чай и молчи. А, чай. Это я с удовольствием. Да. Да у вас тут и сало. Это ж по какому случаю кутеж такой. Да так, потолковать собрались малость, а жизни, ну вот и... Да нет, я говорю, вот тут. Все ясно, все ясно. Мозгуете тут, как генерала Антанте захватить. А где он? Где? В артистов тебе податься, если б не война. Да нет, он еще не в курсе. А по правде говоря, у меня бродит в голове такая мыслишка. Бродит. Да. Но. Что? Не вздумайте, чего добрую его ищу, какошечка. Да боже, сохрани. Какой же смысл тогда за ним охотиться? Верно? Понятно, товарищ командарм. Ну вот. Документ. Документ. Чего, вот. Чего? Чего, чего. Ничего, да, помню здесь. Давай, проходи. Ладно, без этого. Французы приехали, говорят. Приказано не задерживаться, проходи. Кесет хочешь? Сама вышивала. С какой стати? Женихов-то гонрок посылала. А посылка вернулась. Бери. Барышня, барышня. Я? Проходите. Не разрешено здесь. Не разрешено. Хочу французов посмотреть. В жизни не видела, какие они. Скоро уедут? Не разрешено. Не разрешено. Простите. Галя. Галя. Вы? Я никак не могу поверить, что это вы, Галя. Фантастично. Внезапно исчезли. Внезапно появляетесь. Может быть, Дундич поблизости. Вы что-нибудь знаете о нем? Слышали? А вы? Давно здесь? К сожалению, давно. Что? Тянет красным? Вам же хорошо известно, что я всегда говорила правду. Ну, и что же? Я здесь у дяди. А? Да. Представляете эту жизнь? Хочется с вами побыть, а тут так не кстати генерала Тантанти. Ну, еще успеете его повидать. О! Да. Ведь я думаю, он не скоро уедет. Это что? Да он вечно интересует, когда он отбивает. Если вы мне не верите, мы можем сразу же расстаться. Галя, давайте пройдемся. Может быть, зайдем ко мне? Галя, я хочу как-нибудь праздновать нашу встречу и забыть наши прежние ссоры. Продаю молочко. Продаю молочко. Молочко, молочко, молочко продаю. Молочко, 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 молочко. Куда вы меня ведете? На минутку. В канцелярию. А потом. Ужинать. Прошу. Прошу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Стидитесь, прапорщик. Так у женщины может говорить только какой-нибудь красный бандит, а не офицер добровольческой армии. Но я такого оскорбления тоже не потерплю, господин штабс-капитан, и потребую офицерского суда. Что вы, что вы, одумайтесь. Постыньте, Сережа, постыньте. И вы не гневайтесь на него, штабс-капитан. Простите, не имею чести знать. Я граф Галинский, Петр Феофанович. Очень рад. К статуи мне нужны, граф? Разрешите на секунду. Сожалею, но ничего не привык скрывать от друзей. Карту. Играем, господин. Ваш партнер, Петр Феофанович. В банке Двена. Алло, кафе. С удовольствием разделю вашу компанию. Князь Саакадзе. Бывая на Кавказе, я, очевидно, слышал о моих предках. Для начала разрешите предложить бутылочку из собственных погребов. Очень мило. Прапорщик, да? Для полного примирения не сошлите за труд откупорить. Снова дунь здесь появился? Ну да. Да. Смял какую-то казачью заставу? Вот чёрт. И, наверное, ускользнул. Да говорят, чечен-то за ним поднали. Ну, целико, скажешь. Или что тут? Найдется. Станислав, собери-ка последку. Пятьсот. Прошу. Присаживайтесь, гнев. Еще один. Благодарю, покорно. В банке две тысячи. Возьмете карту? Прошу. Прошу. День за днём заедает и гложет тоска, и вдруг такая встреча. Еще одна карта. Представьте, танцует, играет на гитаре, поет романс. Дышала ночь восторгом сладострастия. Перебор. Семнадцать. Да? Прискнем еще одно. Очко. Мал, золотник, да-да-дорог. Прошу вас, господа. Одним словом, дышала бы ночь восторгом сладострастия. Позвольте. Прошу, господа. Благодарю. Но есть тут одно «но». Если вы не поможете, граф, останусь на бабах. Неужели пылает страстью, простите, благосклонностью ко мне? Огорчу вас, граф, огорчу. Но если она способна пылать страстью кому-либо, то могу вас уверить, что не вид тот человек. В таком случае завидую вам, князь. Но мои успехи целиком зависят от вас, граф. Пожалуйста, называйте самую высокую цену в царских рублях, в Деникинских колокольчиках, керенка. Сколько угодно заплачу за сегодняшнюю ночь. Эй, что? С ума сошли! Вы и сами предлагайте! Господа, господа, вы меня не поняли, не поняли. Ну, разве вам, граф, не сообщили, что вместо вас назначен сопровождать этого Бонапарта? Ах, вот как? Ну да. Ну, с чем вас и поздравляем. А честно говоря, не хочется из-за этой старой песочницы лишаться такой соблазнительной ночки. Благодарю покорно. Но за ваши скомканные кредитки я тоже не намерен поворачиваться за, ну, скажем, вежливо, спиной к фортуне. А-а-а! 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 Простите, но никогда не мог подумать, граф, что вы можете поверить паническим слухам. Что вы имеете в виду, князь? Да это не сами разговорчики, что вокруг города будто кружится Дундыч и охотится за этим Наполеоном. Не стану скрывать, но эти соображения немало стоят. Хорошо, могу предложить золотой царской чеканкой. Не знаю, как кому, а мне моя жизнь кажется дороже денег, даже золотых. Собираем на золотой? А-а-а, сыграем. Прошу и меня, корчу. Мои. А-а-а, мне. Тем более, что, воспользовавшись вашим отъездом, можно будет непроданную голову уложить на подушечку вашей балеринки. Ха-ха-ха-ха! Имею честь! А? Дыша одно. Сорвалась? Не говорит. Бу-бу-бу-бу-бу-бу! Играем. Ваш благородие, велено подать вам фонтон. Во-первых, не фонтон, а фаэтон, дурак. Так точно. Во-вторых, не велено, а приказано, болван. Так точно. А в течение кем? Имею честь и знать, ваше благородие, сказано, доставит штаб ваше благородие. Ну-ну. Едут! Едут! Смирно! Равнений на право! Ваше председательство, вы должны остановиться, заправить броняки и напоить лошадей. Слезай! Ваше председательство, вы должны остановиться, заправить лошадейки и напоить лошадейки и напоить лошадейки и напоить лошадейки. Слезайки и напоить лошадейки. Слезайки и напоить лошадейки и напоить лошадейки. Вы имейте возможность, болваны, познакомиться с будзёновцами из интернационального эскадрона Дундича. Эй, ты, было, врызь руки вверх, поднимай. Не обойтесь, господа казаки, из вашей собственности нас интересует только один пустяк. Оружие, оружие, помогай! Только оружие. Вы поймете? Да, да, входите. Как понимаете, тут маскарадный шею? Красный и близко. Даже в этой комнате, рядом с вами, мой генерал, охотно представлюсь. Командир интернационального эскадрона первой кони, Алекс Дундич, или как русские друзья меня называют. Иван. Жанно, в франце. Ваня. Я не люблю русские шутки. Я представлял здесь 14 держав. Это только доказывает, что наша работа требовала усилий. Садитесь. Вы, наверное, не знаете, что я собой представлял. Знаю. Генерала Антанты, сеющего в России, смерть и голод. Но теперь вы пленник. В этом портфеле карты и дисликация войск. Это невозможно. Я солдат. Садитесь. А сей я вы. Вы пленник. Попытайтесь поскорее понять это. Силву, прошу. Подайте мне вам. Не сам тебя за дипломат. Расович. Вы русские или вы... Красные. Сервенли. Он-то не разумеет. Красные. Де ружь. Письменно укажите количество частей, вооружения и разъясните основные идеи своего плана. И даже этот болван и тот счел необходимым сразу же явиться к нам. А вы? Но я очнулся в лесу, далеко от города, господин полковник. И потом я прошу не ставить знак равенства между мной и этой скотиной. Да нет. Он, пожалуй, поумнее. Его хоть силой утащили в лес. А вас? Вас-то, граб. Обманули. Просто надули, как самого примитивного... Простите. Дурачка. Простафилем и граб. Вот кто вы. При всем уважении к вам, я не могу позволить так с собой разговаривать при нижнем чине. Стои. В портфель. Вы больше не офицер, граф. Позор. Срам. На всю Россию срам. На весь мир. Какой-то там Голундич заарканил генерала Антанты. Подумайте. Да, да, да. А помог-то ему кто? Вы. Вы. Вы! Ну, я сопротивлялся. И видите, ранен. Мало. Расстрелять вас. И то мало, граф. Ваше высокопрекосходительство. Господом Богом молю. Во имя отца моего, генерала Галицкого, воевавшего под вашим командованием, разрешите искупить вину. Из-под земли, но... достану бандита. Хорошо, граф. В память Феофана Ивановича поручаю вам изловить вашего сообщника Дундича. Ваше высокопрекосходительство! Ваше высокопрекосходительство! По всем дорогам направить на поиски карательные отряды. Найти и... Да, уничтожить. Слушаюсь. Господа офицеры, исполняйте. Эта печень атакует меня неожиданно. Слово красная конница. Субтитры делал DimaTorzok Ничего, ничего! Не плачь, Дашка! И вот что! Передай это... Орвись к нашим! Передай это фарашировали буденному! Собственные руки! В атаки! Ты умная, ловкая! Сделай, пока не помнишь, что ее не попали на руку! Да! Ты всегда меня щекостью послышь, бацанин! Нет, нет! Нет, не думай так! Кто-то так думает, Дашка! А как ведь не поступила на мое место? Сколько из этого потери столько будет, чтобы Дашки не узнают их планов! Ладно! Нет, твоя дура! Умный, скрабный! А я скажу дурак, если тебя не бережешь! А ты тоже сумасшедшая! Не знаю, что тебе только два цвета! Ладно! Мы соберем очень быстрее! little show of the specialists! Ладно! ệt. Готовоdel! А я убежит и все. Божет! Бывает! Бывает! Оラ, Ромнике! Бывает! Бывает! Бегат, брусь по земле. Если не опомнитесь, это может оказаться вашим недалеким будущим. Куда? Стой! Стой! Абрис, ух ты, убит! Отпустили из того света, как с кем распитаться. Тундич! Тундич, вот он, вот где! Тунь, тунь, тунь! Тунь, тунь! Замерз! Ура! Ура! Потворь, потворь, где? Потворь, где? Потворь, потворь! А! Давай! Давай! Как у тебя? Тунь, тунь! Тунь! Тунь, тунь! 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 Майку, боже! Господи, да где своих? Где чужие? Тунь, тунь! 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 Редактор субтитров Н.А. Охвативай фонды! Откружай перед кольцом и крой! 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 Поехали! 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 Алекса! Я се не бою, Алекса! А ко се од нас тоа бою? Эй, моеше! Рано ти на то помишлиш! Нисам ти говори, Алекса! Я сам израче! У случаю да се... Нађима! Бога ми, Мирко! Я те таквог не знам! Слишал, слишал как страћили швейнјема! Што ти?! Она је тада на пазар пошла. А ја... Утеку со војскова. Парал... 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 Параламентёр! Ну-ка, привезли себя в порядок! Параламентёр, Вы окружены. Всякое сопротивление бесполезно. Сохраним жизнь, если вернете планы. Вы, господин Ходич, мало изменились. Разве форму другую надели? Хозяина переменили. Куда чешу? Отказывайся от всяких разговоров. Отвечайте, сдаетесь? Торопитесь? А я-то думал, что мы земляки подробнее поговорим. Повторяю, сдаться им... Есть смерть? Да. Передай своим хозяевам, халуй, что буденовцы не сдаются. А тебя, сукиного сына, до самой Сербии будут гнать. И там паршивою твою голову снесу на глазах твоих родственников, знакомых, единомышленников. А что понятнее было по-сербски, повторю, Тебе и так вы гоничу, так вам все все мое не затве. По коням! По коням. Да, антанту свою захватите. Мы не намерены их кормить и поить. Я вас это никогда не заб... никогда не забывайте. Еще коллегам расскажите, а то они могут и кучу его хлебнуть. Здрасте, батя. Ой, если бы вы знали, что я сделала. Я к беликам в тыл ходила. А я? Че? Я родитель. Разрешил? А вы имеете право, я героизм проявила. Ну а что другое, на это родитель еще имеет право. Да что вы по ногам, для этого есть место, туда и бейте. Ну ногам будет больно, так голова-то умнее и не реветь. А я и не реву. Деретесь, а то вы не знаете, что может Дудич вместе со своим отрядом уже погиб. А запрехню, я еще раз сыплю. Батя, вот. Дед, кто? Где? Кто это? Ой! Видел Алексу, даже разговаривали с ним. Ни одного вопроса у вас. Хотя, вашему другу хорошо известно, что вы моя пленница. Вот именно вы не арестовали, а замуровали меня. Я так до конца и не понимаю, чего вы добиваетесь. Признание? Да, но ведь меня никто не допрашивает. Почему? А вы не числитесь за контрразведкой. Я многим рискую, пока скрыли ваш арест. Значит, мои догадки. Соответствует действительности. Так вот, какого признания вы добиваетесь. Чудовищно. Вы животные. Нет, хуже, зверь. Совсем наоборот. Ваша любимая, считаясь вашей молодостью, послалась на верную смерть. А я? Я вас спасаю, рискуя собственную жизнью. Ну так, кто же зверь? Он? Или я? Да. Вот. Лучше посмотрите на себя. Чей семью. Боже мой. Боже мой. Узнаешь его? Узнаешь его? У. Прошу. Ну, вот видите, люди живут, гуляют, веселятся, а вы... Да-да, зяблик тоже прячет голову, чтобы не видеть страшных вещей. Ну, во всяком случае, кафа с ликером. Куда приятнее морковного чая из консервных банок. Все-таки, я никогда не думала, что ваша охвачена такой убийственной тоской. Не понравилась, значит? Ммм, наоборот, как же мне это, может, не понравится? Нет, нет вам смысла в 22 пропадать из-за какого-то бородатого Маркса. Зовите Алексу и заживем, как русские говорят, во всю Ивановскую. Они еще в таких случаях говорят, вот вам фига поднос на постном масле. И эта интеллигентка, русская интеллигентка, обратно в тюрьму. И никто вас теперь не спасет, даже ваш любимый Дундич. Ой, если бы он это знал, он был бы тут, несмотря что город в ваших руках. Ммм, прелестно, учнем, постараемся, чтобы узнал. Я, я, я не то, я не то хотела сказать. А вот за это и спасибо. Прекратите, азиаты! Сейчас же прекратите! Ракурс, я уже влету. Что ты сказала, мадам, повтори? Как можно позволить себе такое? Нет! Повтори, что ты раньше сказала, мадам. Стреляй, скотина. Стреляй в дворянку дочь полковника. Стреляй! Господа, что же это, господа? Да, молчи, а то в зёрдом на люстре. Да, на! Да, офицер! Слушаем? Пу! Пу! Пу, пу! 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 Стреляй! Ха-ха-ха! Редите там хвост вам! Остац смирно! Всем смирно! Именем генерала Шкуро я начальник контрразведки приказываю уняться. Слушай, я думаю за оскорбление нашего мундира мадам уже расплатилась. Смирно! Желт! Лаква! Желтая лента, жёлтая лента, ты нам волнуешь хлёв, А пальки кольца, бриллианты, сейки, и вам за ним любовь! Раненых! Госпожа! Мне пойти лимоны уча отсюда! А почему? А что вас шокирует? Да-да, цыганим, цыганим мы! И напрасно смеётесь! Мы ведь тоже кочуем! Только это называется наступление, отступление или попросту драк! То-то грустно без гитары Не лучше спить мне про любовь Или поехать лучше к яру Там разогреть шампанским кровь Не ямщи, гони ту к яру Да лошадей, брату, не жалей Да возьми с собой гитару Чтобы было веселее Две гитары за звене Жалоб нас заныли С детства памятный напев Старый друг мой тыли Эх, брат! Если вы считаете себя не лучшей цыганке То учитесь у неё бодрости духа Да, но и стоит захотеть Она завтра будет в Москве Почему? Поговори-ка ты со мной Гитара семиструнная Вся душа полна тобой Ночь такая лунная А почему она хоть завтра может быть в Москве? А потому что ни границ, ни застав для них не существует И паспорт у них единый Что для белых, что для красных, что для серо-буро-малиновых Цыганское враньё, песни и пляски О, какая блестящая мысль, что Ведь это ничего Настя? Настя? Садись, Настя Садись Гадать умеешь? А какая же цыганка гадать не умеет? Ну? А мы всегда гадаем своими Хочешь, твое настоящее имя скажу Серёжа тебя зовут, да? Нет, Павля мне зовут Ходжич Правильно, по-вашему Павел Ходжич, а по-нашему Серёжа, да? Ну, ври, ври Молодой в любви счастливый, только любовь твоя недолгая, да? Одну за руку держишь, а на другой засматривайся драгоценной Освободи мысли от дум любовных А удача сама к тебе придёт Большим человеком будешь, сам себе не узнаешь Понял? Понял А хочешь, я тебе погадаю? Дай руку, красавица Ну, ну, интересно, первый раз вижу, чтобы цыганки гадали Вижу я, обрывается твоя линия жизни Стоишь ты на краю могилы, красавица Где ж обрывается? Вот моя линия жизни А что он там за спиной стоит, что я уже арестована? Вот-вот, от тебя зависит жизнь твоя Нет, красавица, не всегда от тебя жизнь зависит Да, вижу, понятливая тень Поговорим, потолкуем Моя синька, моя синька Роя Зова цвето, цвето, виджа преулица А изловали мы портретом ПЕЧАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я её сейчас сюда доставлю, и всё в точности расспросит. Мы сом Гожача Юрины, сом мы на бутылы ныне, не айджава, мы склава, с баганцей же макгилурины. Пойдём, пойдём, скорей, Дуднича покажу. Да куда ты уволочишь? Дай послухать, писава душа. Хочешь, верь, хочешь, не верь. Она просила привет передать и сказала, что любит тебя. Клянусь, убей меня, Бог. Что? А ты всё, всё по порядку расскажи. А я уже всё рассказала. Кроме того, что по слабости здоровья надеются в больницу попасть. Это хорошо. А там стражи поменьше, да? Безумец. А как же ты в город попадёшь? Да так, как ты сюда, так я с вами туда. Нет, нет, красавица, мы ваши красные и белые дела не умеем. Что? Пусти. На тюрьму думаешь нападать? Зачем? Есть проще ход. На квартиру начальника контрразведки. Без разрешения пойти на такую операцию, верный трибунал. Скажут, личное дело. Личное? Она что, в разведку по личному делу ходила? По-моему, так должно у нас быть. Кто посылает, тот и спасает. Стой! Стой, стой! Стой! Выходи! Выходи все как один! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что тут настал? А теперь показывайте, кто тут удочет! Иначе всем Крышко! Ну, тату дудишь! Да! Грышко, Грышко, сынок, Грышко, убили! Ну, теперь поминай дьявол, как тебе зла и укроп! Олеся! Что ты, милая? Что ты сделала? Казаки! Доконим, казаки! Молодец, молодец, голубчик, сынок! Курик есть? Есть! Давай! Оправдал! Оправдал, Надежда, оправдал! Вот, вот, отец! Ваше высокопревосходительство, как орла поймал! Я в этом подлеце сразу себя узнал! Орла мы пока еще только за хвост уцепили! Но не надо забывать, что у него еще и крылья есть! Ничего, ничего, не улетит! Нет, я его самолично, собственными руками, на самый высокий телеграфный столб, чтобы всем 14-ти державам, особенно генералу Жоберу, видно было, как он там барахтается! Отправить к прадцам дело не хитрое! А не вы ли, ваше высокопревосходительство, учил и успокаивать неугодных примерной казнью? Ну, может быть, поэтому, Андрюша, и сводки самого катастрофического содержания! А чего там еще несколько нажимов и вот где у нас будет Москва! Не теряйте головы, генерал Шкуро! Возьмите себя в руки! Мобилизация провалилась! На фронте дезертирство! В некоторых полках осталось по 200 штыков! Фураж берем под угрозой казни! Крестьянство настроено враждебно! Хорошо было бы ослепить солдатчикам глаза, хотя бы на недельку, переходом к нам Дундича! А на фронте каждая минута имеет особую цену! Да! Выходит, мы с тобой сделали полдела! Подбирай там под него ключи, отмечки, ну что хочешь! А то, Ставкины, очень довольны, что я тебе самолично нацепил, полковни Чапованы! Ну, действуй! Валюка! Валюка! Ну? Ну что? Что? Смотри в глаза! Ты с кем? Уходишь от ответа! Никогда не думал, Олег, что ты можешь мне задать такой вопрос! Так, как же ты сюда попал? Да я тут же, в этой же тюрьме! Они хотят, чтобы ты перешел к ним! И послали меня уговаривать! И ты согласилась? Только потому, чтобы увидеть тебя! Можете говорить, что тебя расстреляют! Если ты вернешься! Ничего, ничего! Это, кажется, тот случай, когда Ходжич вправо! Да что ты говоришь! Они же просто запугивают нас! Да, трудно будет оказаться Ворошиловой и Буденову! А еще труднее встретиться с Дашней в отцом! Неужели? Кончилось свидание! Выходи, женщина! Выходи, выходи! КОНЕЦ 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 Нечистый дух. Встань с ним. Пошли. Нечистая сила посетила нас, батюшка. Батюшка, батюшка. Ха-ха-ха. Господи, спаси, Господи. Аминь. Пссс, никто вас, если не убивает, что вы? Пссс, креста на вас нет, казачки наши дорогие. Они не ваши, матушка. Буденовские. А мы нейтральны. Убей Бог нейтральны. Не знаем, как Бога. Мы ведь можем шлёпнуть, если часок другой не выдержите нейтральны позиции, батюшка. Поняли? Поняли? Ладно. А что это за позиция, батюшка? А позиция будет такая, матушка. Сядем за стол. Сядем, пошли. И будем отдать чай, пока самовар не остынет. Ох. Ничего, ничего. Вставай, вставай, это не сон. В чём дело? Не сообразил? Проспал, господин. Есть город в ваших руках? Нет. Пока только твоя квартира. Познацами. Сербин? Православец. Удивайся. Это он хотел нас расстрелять. Сядешься? Да, да. Удивайся, удивайся. Говорите, что я должен сделать, чтобы сохранить свою жизнь. Что хочешь? Приво. Позови свой автомобиль. Айди. Ну? Дежурного офицера контрразведки И учти, ежели в один винт, а сядь куда-то четыре других не промахнуться Говорит Ходжич, машину быстро к моей квартире Наравно, потребна ти је и потврда за освободђење Дундича И гаљи Добро Шаје дуњ? Поговари! Погадай! Пиши! Поговари! Насторожне, действуете! Навјрно, сопротивлялзап! Да дурак! Угу. Ако что не в той исправи? Добро. Бычешь там, где и твой шофер. Понятно. Действуйте спокойно. Я свою жизнь отдавать за Дунгича не собираюсь. Молодец. Пошли, Ваня. Ну что ж, будем ждать его звонка. О, и ты си ми познат, земляче. Я тебе добро знам, земляче. Када же они его убьют, батюшка, лопно, право? Ну, ну. А может мы так, мальчиком, посидим? То лучше у девца, когда человек делом занят. Почему нет звонка? Не отправил ты наши по своей записке в тюрьму? А? Слушаю. Слушаюсь. Подтверждай. Да. Моя записка. Моя. 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 Ха-ха-ха. Ох, хитрый, изворотливый, а. Эх, была бы тюрьма, я б тебя законопатил за такое дело. Тюрьмы нет. Вот именно. В штрафных рот тоже. Деваться некуда. Остается передать дело в трибунал. Что? В трибунал? После гражданской войны. А-а-а. Ну да. Прямо жаль было глядеть, как тут маялась одна, поджидая вас. А где же она? Да тут ходила, глукала возле. А как появились, напужавшись, утекла. Спасибо. Черт. Олегов! Олегов! Ну что? Что, Олегов, ну что? Говори, так волнуйся, даже руки дрожат. Говори же, говори, что будет, ну. Только, пожалуйста, не бойся, я буду спокойна. Говори правду, только правду. Не бояться? Нет. Еще правду сказать? Да. За такую можно жизнь лишиться. Дурак. А влюбленные все такие. Париж! Париж! Ваня! Какое нахальство! Что случилось? Наше положение настолько надежно. И что? Русское слово. Ну, ну, и что же? Гляди, что они себе позволяют. Наше положение настолько надежно. Вот. Что командование добровольческой армии может разрешить себе. Слушай, слушай. Да? В честь приезда представителя антанты генерала Ренуара устроить бал под носом у самого Буденного. А я там буду. Ну, это же невозможно. Почему? Усы у тебя уж очень известны. А сбрить-то не согласишься. А я там буду незримо. Это как же. А вот, читай. Его превосходительству генералу Шкуро. Точно. Интересно. Двадцать черта ноября. А? Остроумно. Очень остроумно, но сейчас не до театральных представлений. Разгром группировки «Мамонтовый Шкуро» откроет дорогу на Москву украинскому хлебу к Донецкому углю. В Москве начались морозы, электростанции стоят, рабочие получают по восьмушке хлеба в день «Ленин». Сюда и целью. Задача не только их боеспособность разведать, но и нервы врага изведать. Узнать, как они там. Подвержены панике или нет. Это первое. И потом надо раз и навсегда отбить охоту «Антанте» заглядывать в Россию. Да нет, кроме шуток. Бить в лоб, форсируя две реки. Когда у них там шесть-восемь дивизий, дело нелёгкое. А кто будет нарочным? Ведь важно с эффектом вручить. В самые руки его превосходительства генералу Шкурову. Да когда я писал письмо, думал тут об одном артисте. О Дундиче ты, конечно, думал. Признаюсь. Да, но ведь он побывал в плену. Могут распознать. Хорошо его знал только начальник контрразведки. Но когда ложил Дундич, таковой уже не числится в живых. Ну, так тогда и думать не приходится. Дундич всё это проделает в лучшем виде. Определённо. КОНЕЦ 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 Самоубийца. Кто принял? Коментант станции капитан Архангельский. Мне нужна форма французского капитана. Не вы зетонет па. Же безуне дени не форм францей. КОНЕЦ 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 Для них гимн, а для нас похоронный марш. Я не понимаю, что он говорит? Он говорит, что ему поручено передать женерал Мамонтов и женерал Ренуар. Нет, женерал Ренуар. Я не понимаю, что он аут. Пардон, мой женерал, я спасу вам по-русски. А, хорошо, свободно. Свободно? Мне поручено доложить, что женерал Ренуар очень жалеет, что партизаны перед самым городом и сабботы проводили путь. И еще больше сожалеть, что об этом не был предупрежден. Где хоть жить? Позвать. Слушайте. Утром женерал любезно просит вас, женерал Мамонтов и женерал Шкуро, довод ламабилитет деда Мамонта к себе. Я прошу вас, капитаны, еще до того, как мы увидим генерала Ренуара, довести до него сведения, что на тех, которые не приняли мер, чтобы генерал Ренуар мог пребать вовремя и не приутомляя себя, будут наложены самые строй и взыскание. Генерал Шкуро, блистательный наездник и, простите, лирик. Сожалею, что генерал Ренуар не присутствует на балу в его честь. Надеюсь, капитан будет нашим гостем. Генерал Шкуро, представьте офицеров. Отец родной. Господа, приказываю принять капиталя... Дядь Егор. Дерви. Дерви я, как самого дорогого гостя. Да. Мх, хам. Командир 4-й кубанской дивизии, генерал Фруло. Командующий 5-й Донской, генерал Ремарев. Командир Волчей Сотни. Генерал Шкуро. Полковник Суслык. Командир офицерского добровольческого полка, генерал... Алексеев. Эк? Алексеев. Алексеев. Командир чеченского полка смерти, ротмистр... Чичаведзе. Чачаидзе? Чичаведзе. О, командир дикой дивизии, генерал Зайчик. И... А где же знаменитые русские артиллеристы? Тоже здесь. Командир дивизиона броневиков, полковник Жилинский. Командир особого конно-артиллерийского полка, полковник Николаев. Командир артиллерийской бригады, полковник Туманов. Моя жена, Надежда Ивановна. И наша дочь, Ирину Сергеевну. Мадемуся! 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 Прошу к столу! Мадемуся! 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 Познакомьтесь, адъютант генерала Ренуара, капитан Дель Мин. Полковник Ходжич, мой жених. Ирина, прошу вас, оставьте нас на минутку. У меня неотложный и очень важный деловой разговор с капитаном. Ну? Здраво. Давно не смо разговаривали, приятелю. Убийоси, мыслиш. Грешку не некогда красно исправити. У меня послышался выстрел. Никогда не мог подумать, что в 20 веке русские стреляются из ревности. Господа! Господа! Все сюда, господа! Что случилось, девушка? Подождите, мамочка. Ну, что тут произошло? Увидя меня с адъютантом Ренуара, Ходжич грубо попросил меня удалиться. Через секунду был выстрел, и потом я его уже достала в такой позе, с посмертным письмом на груди. Какой? Какой же он и посмертный, раз воно на груди. Эй, дыр! Доброго! Кому это письмо? Вам! Ваше превосходительство. Вы читай. Двадцать четвертого ноября в шесть часов утра прибуду в город. Постой. Как же в шесть, когда уже без четверки семь? Ну, читай, читай. Приказываю вам, генерал Шкуро, выстроить все контрреволюционные силы... А, это не бойся, ты читай. ...на площади у круглых рядов, где вы вешали рабочих. Командовать с парадом приказываю вам лично. А кто це подписав? Кто це подписав? Будённый? Что ж? На улице в бои, ваше судпроисходительство. В город ворвались красные. Какого же черта грел? В машину у вас. Слушаюсь. Эврика! Что? Дундич! Сумас, пьячили! КНАСС! САКАДЗЕ! Капитан Эрвил! Капитан Эрвил! Дундич! Капитан Эрвил! 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 Здравствуйте, Галя. Ну, что? Что поделаешь? Смешно. Невеста в рваных сапогах, в лаптной гимнастерке и в кожанке с чужого плеча. Это что? Вот венчаться как? Не звать же нам папа? А что, если хорошенько попросить священника? Чтобы только в брачную книгу занесся и больше ничего. Просил. Без церковного обряда отказывается. Говорит, против Бога не пойду. Что придумать? Олег, а может быть, отложен до лучших времен? Отказываешь? Так и говори. Ну, сам скажи. Может невеста в таком виде садиться за свадебный стол? Конечно нет. Нашу невесту ничуть не хуже других. Ваня, показывай! Не беспокойтесь, все честно. Небольшую менку предприняли. Я, например, за это дело лишь их вина отдал и три пасхи кременчуцки махорки. А я хлебный паек за три дня подсобрал. А мне этот подарочек одна сознательная старушка вручила. Ей-богу добровольному. А? Только рассказал, что к чему, а она, пожалуйста, со всей душой отдала. А я поздравляю. Спасибо. Спасибо, дорогие, но не в этом дело. Понимаете, просто хотелось, чтобы все было, как мечтала. Извините. Прошу за стол. А кормиться можно, считая и безбрачной книги. Я, например, что предлагаю? Составить протокол и у него все подписаться. Да, что добровольный, по согласию муж и жена. А если попроситься к комиссару, вам даже дивизионную печать для крепости клевого. Так что горько! И все! Горько! 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 ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ